Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас у нас 18 градусов и смотрите, опять ковер. Как будто я и не подметала вчера, да? Прикольно. Ну, дверь в сауну я оставила открытой после вчерашней парилки. Чего я вышла, за ведрами вышла. Температура у нас будет падать. Так по прогнозу погоды. У нас был дождик, все полито. Ведра опустошили. Можно опять листьев собирать. Я, конечно, немного собираю листьев. Ведра немного выкидываю на огород. Выпила, конечно, я кофе. Сейчас иду, сниму свой халат, переоблачусь в форму и буду прям с утреца готовить, дорогие друзья. Надеюсь, что к вечеру похолодает и я все оставлю на столе у меня. Вот там, на кухне. У нас медведей нет. Слава богу, только олени. И то оленей я вижу... Вон листик как красиво падает. Оленей я вижу в холодное время года зимой, да. Но они практически никогда не подходят к нам вот даже на уровень... Там, где цветы, они даже не подходят. Они так не спускаются. Боятся оленюшки. Потом сауну закрою. Да. Даже подметать, скорее всего, сейчас и не буду. Бесполезно. У меня без подметания много дел. Еще ведро заберу и пойду быстренько одеваться. Немножко другой. Ракурс у меня. Я вам столько наснимаю. Наснимала и буду снимать, что у меня быстро разряжается мой телефон. Я поставила пока его на зарядочку. Там видео еще со вчерашнего дня. Я закатываю, заливаю. Ну и так как мне же надо готовить и снимать вам, чтобы вы знали, что у Жанна-то происходит. Вот я пока вас так и поставила. Да. И пока буду с вами разговаривать. Телефон, вернее, микрофон не могу включить, так как занята ячейка чарджером. Дверь у меня открыта. Я тут вся в делах, в делах. Подтерла плитку. В своей футболке. И мне даже уже жарко, потому что много двигаюсь. Буду ставить голубцы в эту кастрюльку. И не только голубцы, а еще и тихтельки. А куда я их засунула? Вон там у меня морозильник открытый. У меня тут все. У нее было все. Как у Лимитва и Чедрова, да? Я совсем-то тихтелюшки забыла вытащить, чтобы они разморозились. Елки-палки, Жанна-Жанна. Капец теперь. Вот смотрите. Чудейцы-то. Так. Ой, какой запах. Ой-ой-ой. Вау. С приправами и со всеми я угадала. Так. Ну, я натворила. И холодцом занималась. Так, Шварцин уже пошла. Надоело ей опять лежать. Пошла, поела, выпросила консерву. Ну что, я теперь буду их ставить в Дефрост, дорогие друзья. Размораживать. Размораживать. В тарелочке. Вот так. Потому что я не могу их поставить. Так, сейчас. Я их не могу поставить замороженную в кастрюлю. Имеется в виду неразделенные. Я должна была их вытащить. Они бы разморозились. Ну, а голубцы одно удовольствие оставить. Вы же понимаете. Накладываем, накладываем. Ложим, закладываем. Так. Я, может, даже и не буду делать три. Понимаешь ли, пакета. Оно же не съестся ничего, дорогие друзья. Оно не съестся. Если каждый возьмет по парочку, так я даже из двух пакетов половину отдам детям. Да. И пакет оставится. Вот так. У меня даже и в кастрюлю не поместится три пакета. А эта у меня кастрюля должна идти в духовку. Да. Так что все отлично, дорогие друзья. А вот и Владик пришел. Я снимаю жизнь за стеклом, и люди все слышат. Так как у меня чаржер стоит. Можешь сказать добрый день. Всем привет. Громче. Всем привет. О, как у тебя дела? Понимаю. А, так ты ж бороду сбрил так. Я думаю, помалой дел мой муж. А что мне сбрить? Не, он носил такую бородку испанскую. Мне очень нравилось. Да, да, да. Да, чтоб ши завелись. Не надо. Вот. Он сейчас вечно что-то такое скажет. Хоть стой, хоть падай. С Васей второй раз уже выбегает. Не, с бородкой тебе классно. Не беспокойся ты и с бородкой, молодой. Так, короче. Вот, я выложила голубцы. Пакеты эти все я посмотрю. Может, подстираю пакетик-то. Ой. Видите, что делается там. Может, подстираю какой-то пакетик. А может и нет. Выложила я, друзья, тефтельки сверху. Тефтельки сверху на голубцы. Они у меня все немножко разморозились, что я могла их разломать. Дальше что я буду делать? Дальше я беру томатную пасту. Буду делать заливку для голубцов и ставить в духовку. Да. Поставлю в духовку. Так, нет, это ложка. Не пойдете. Томатная паста густая. А вы кушали томатную пасту в детстве? Наливаю. Наливаю. Так. Томатной пасты более яркий такой. Борщ всегда получается. Так, развела я томатную пасту. И думаю, голубцы будут тоже такие же. Ох, у нас паста была. Так голубцы делала моего первого мужа, мама. Ее звали Павлина Мироновна. Очень хорошая женщина. Мы долгое время жили там. В трехкомнатной хрущевке. Нас жило, дорогие друзья, не падайте со стульев, 9 человек. Я с бывшим мужем и с Аленкой. В такой самой маленькой комнате. Там стоял стол, Аленкина кроватка, шифоньер и диванчик. Такой старый диванчик, раскладной, на котором мы спали. В другой спальне жила его сестра с мужем и с двумя детьми. И в проходной комнате в зале спали родители его. Вот так мы жили какое-то время, до тех пор, пока бывшего мужа отцу, он был ветеран войны, дали комнату до подхода очереди. Вы понимаете. Да. В общем, и Павлина Мироновна, царство ей небесное, заботилась обо мне, как настоящая мать. Но она меня, конечно, не рожала, но заботилась вообще о царство ей небесное. Как вот голубцы, она всегда делала тоже таких размеров. и заливала такой вот смесью из томатной пасты. Эта паста всегда была такая вкусная. Обыкновенная паста, которая у нас в Союзе продавалась в таких вот железных банках. Так всегда было вкусно. И котлетки я по ее способу делаю. Ну, она меня учила, да. То есть я смотрела, а она меня и брала пример с нее. Котлетки она всегда прижаривала, потом складывала в кастрюльку, терла туда много моркови, заливала тоже такой. И они вот так притушивались. Всегда было так вкусно. И эти котлеты с морковью, это котлеты, любимые котлеты Аленки. Потому как она, как говорится, очень маленького-маленького возраста, с трех месяцев с половиной мы стали там жить. Да. Она любила всегда бабушке Полины на котлетке. И нашу Полинушку назвали в честь бабушки Полины. То есть правильно сказать, полное имя было ее Павлина Мироновна. Но также ее называли Полиной, и поэтому нашу внучку назвали мы, вернее Аленка, Полинкой, не Павлинкой. Но все равно в честь бабушки, да. Прекрасная женщина, прекрасная. Она, к сожалению, умерла, когда Алене было где-то годика четыре. Вот. Ничего-то я о грустном, в общем. Так. Заливаем. Но я еще должна добавить кое-что. А кое-что это будет вегета. Вегета. И еще водичка. И еще я добавлю сахарок. Чуть-чуть сахарка. Сахарку. Потому как у нас томатная паста была сладчайшая. А тут она не сладкая. Сейчас я залью. Естественно, оно должно все покрыться. Думаю, мало будет. Вегетки. Сейчас я наверняка открою еще соус. Еще возьму один соус, который я приготовила. Вот он. Так, срок годности у него до 2025 года. Сейчас мы его подцепим. Нет, смотри ты. Не хочет цепляться. Теперь смотри. Неплохо. Опять же добавлю чуть сахарку. И вегету. И вегету. И сейчас право. О, еще чуть-чуть. И. Так. Ну, конечно же, он получился не такой совсем яркий красный-красный. Но потом, когда оно закипит, оно все там между собой перемешается. Мне главное, чтобы он на соль был нормальный. Ну, естественно... Не совсем нормальный. Так как я же разбавила. Так. Так. Все уже разморозилось и уселось, как говорится. Как положено в кастрюлю. Ну, я ее накрою просто фольгой. У меня, к сожалению, крышка разбилась от этой кастрюли. Которая могла идти в духовку. Нормально. Так, включаю духовку пока. Пусть греется. Пусть греется. Возьму фольгу и проколю дырочки. Другой ножик возьму. Потоньше. Чтобы пар выходил. Чтобы выходил пар. И ставим в духовку. Она уже работает. Пусть томятся, пока духовке не надоест. Вот когда духовка заговорит, хватит. Убирай голубцы, надоели. Вот тогда я их и вытащу, дорогие друзья. И удачи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Котлетки мои! Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот так! Не обманула прогноз погоды меня! Утром было еще лето, 18! А сейчас осень уже! Ветерочек из окошка прохладненький идет! И это супер! Сейчас выложу сюда котлетки, загружу следующую порцию! Котлетки я делаю в сухарях, это только для нас, не для Вани! Он будет кушать пертели, голубцы, молодец! Плов мы собираемся готовить завтра во дворе на той плите! Плов он будет кушать! Короче, еды у него всякое полно будет! И салаты он сможет съесть, и селедку, и еще, в общем, куча всего! Я не хочу делать в глютен-при муке, потому что оно не будет так уж, как мне хотелось бы! Мы все не должны зависеть от Вани! У него и так будет очень много вкусной еды! Так, и последнее! Вот оно поджарится, потом остынет, я его поставлю в холодильник, а завтра как я буду греть? Я буду его греть на функции airfryer! Airfryer! Да! То есть воздушная жарка называется! Там есть вот такая вот, вот такая вот, такой тен наверху, который нагревается и греет! Вот я и ожог себе получила! Потому что я такая вся быстрая-быстрая, так раз, я забыла, что оттуда вот огреет! Что-то я там переворачивала! Не сейчас, еще неделю назад, по-моему! И так, шмяк себе сразу! Да! Это же не просто микроволновка у меня! Все! Так что наблюдайте дальше за мной, что я буду делать! Субтитры подогнал «Симон»! Ага, я буду делать! Да! И так, пошла я в боковой. И беру я такой стаффель-микс, а вот этот для льдюшки я выброшу, потому что его срок годности уже подходит к концу. И я не буду делать две курицы. Не знаю, может быть мне его использовать. Он был до... Он был до 5 октября, по-моему, в этой конусе. Там, в принципе, ничего такого нет, только эти сухарики. Сейчас посмотрим, какой из них лучше пахнет. Может быть тот, что даже просроченный до 5 октября, лучше, чем вот этот? Ну, они практически пахнут одинаково. Так, сейчас, слышите, пожарку она сейчас будет выйти. Так, вот срок годности для курицы до апреля 25-го. Короче, я этот выбрасываю. Этот выбрасываю, потому что он наверняка у меня уже долго. Вот. Нет, пойду просто выкину и вернусь к вам. Готовлю кофе. Готовлю кофе. Поэтому я намалу. Всегда для этой гейзерной кофеварки я молю. Такое оно вкусненькое получается. Просто супер. Хлеб. Поменяла мыло себе на зимнее и мочалку, оранжевую индюшку выкинула, поставила яблочко. Это я когда-то Валде покупала себе и дочке такое. Запах такой последний был. То там у меня все было в таких желто-оранжевых цветах. А теперь мне нужно поменять. Все на зимние цвета поменяю. На синие, белые. Так. Коробочку эту выкидываю. Вот хлебушек. Сейчас покажу, какой у меня будет наполнитель для курицы. Сейчас кофе сделаю. Отнесу мужу. Он, естественно, там на гитаре занимается. Курицу я обшмалила, помыла. Пахнет уже очень вкусно. Уже, наверное, готово. Да. Надо, знаете, прозрачный такой купить, чтобы было видно, когда поднимается кофе. А уже вода находится внизу. А потом под давлением оно попадает вот в этот отдел этого чайника. И нужно взять прозрачный, чтобы было видно. Так. Дам ему молока сейчас и отнесу. Где молоко? Это что такое? Ветер разыгрался, да. Ну, ветер должен все, температуру-то понизить, все на свои места расставить. А, вот оно у меня. Вот это молоко, которое Владик любит. Evaporated milk. Сейчас, сейчас. Быстренько-быстренько нальем ему. Размешаем. Так. Я иду относить, а вы пока понаблюдайте за нашей Шварсией. Так она полюбила это все. Шварси, ты спишь? Поздоровайся со зрителями. Так, а я иду относить мужу. Так. Ага. Я пошла. И двери закрою, да. Так. У него есть еще время попить кофе, подыграть на гитаре. А я к вам возвращаюсь. Ну что ж, Шварси. Спит. Она сегодня бегала. Короче, выбежала второй раз. И второй раз куда-то делась, ее нигде не было. А так как она у нас подпольная кошка. Подпольная. В подвале любила бегать. Потому как у нас половина подвала только. А вот тут вот на кухне подпал. Там не подвал. И она там лазить любит. И видно, она залезла туда подпал на наш бэк-ярд. Ой, не бэк-ярд, а сайд-ярд. Сайд это. Со стороны. А бэк это сзади. В общем. Я уже так была. Говорю, Владик. Ну все. Если Шварси убежит, уже эту дырку можешь не заделывать. Вот и обвинила мужа, что он дырку не заделал. Он говорит, ничего, она вернется. Да, где лазила, не знаю. Нигде не было. Я смотрела по соседским дворам. Точно полезла под пол. Да. Тут даже, извините, не только такие кошки, а вот эти вот сурки-сурки большие, да, которые объедали дерево. Не маленькие вот эти такие, как их называют, господи. Потом вспомню. Полосатики, не полосатики, а большой сурок, который водится у нас тут в нашей местности. Мы когда были с девочками летом, я вам показывала чучело как раз этих двух зверьков. Этого большого. Они больше, чем кошка. И они лазят тут под пол. Ну, Владик сделал так специально, чтобы там проветривалось все. В принципе, мы уже от них загородили все сеткой. И большой только съедают листья. Да. Определенных цветов я уже знаю, у каких. И я не буду ставить эти цветочки в его доступности. А маленький, он безвредный, он охотится за спелой клубничкой. Да. За спелой клубничкой охотится. И лазит везде, где только можно. От него сетка не спасет. Ну, он особо и не ел много, ради Бога. Мы же почти в лесу живем. Так что, дорогие друзья, вот. И потом, смотрю, появилось через время. Я думаю, ну все. Ну, конечно, это глупо так думать. Кошка всегда вернется. Потому что Марусь какая у нас была гулящая. Она всегда возвращалась. Но Маруся – это дикая, ненормальная кошка. Свят, свят, свят. Это самая паршивая, плохая, ужасная, дикая кошка была, которая вытворяла нам и тут гадила и все. Но, естественно, это не со мной. И я такое терпеть не буду. Если я от людей не терплю, так неужели я буду от животных терпеть, да, дорогие друзья? Нет. Я не терпила. Хватит. С меня хватит. Вот. Научилась отказывать, посылать. И все самое хорошее для меня. Так, дорогие друзья, о кошке поговорили, обо всем поговорили. Хватит трындеть, Жанна. У нас веселая готовка и мы приступаем к курице. Вы будете видеть все в убыстренном темпе. Потому как, потому как. Приступаем к работе. Ох. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok